Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди нас ждут самые правдивые и честные отзывы. Вот такой пакет пустых баночек. Здесь много всего. Есть и декоративка. Давайте по порядку. По традиции начнем с бытовой химии. Первое, что закончилось, это вот такой вот кондиционер для белья из детской серии. Фоберлик Бэйби. Салой Вера. 0+. Артикул 115-16. Нравится. Вы знаете, нравится. И даже для взрослого белья вообще классно подходит. Белье смягчает идеально. Никаких нареканий к нему нет. Стираю детскую одежду и взрослую бывает. Поэтому классно. А душка приятная. Написано, что она гипоаллергенная. Такая очень вкусненькая. Малышковая какая-то цветочная. Знаете, такая классная. Поэтому нравится. Закончился порошок. Это тоже постоянная покупка из серии Дом Фоберлик. Это у нас Альпийский луга. Артикул его 322. Порошки мне нравятся. Формула обновилась в этом году. Они стали, то есть в прошлом, они стали гораздо мощнее. Лучше отстирывают. Вещи уже не выглядят застиранными. Здесь есть оптический отбеливатель. Мне нравится отдушка. Она не сильно ярко выражена после стирки на белье. Порошки гипоаллергенные, потому что они сделаны... Он изготовлен в виде специальных таких гранул, которые не пылят, когда вы им пользуетесь. Поэтому подходит и астматикам, и всем. И, кстати, детскую одежду им тоже стирать можно. Вполне. Вот эта одна пачка, здесь 800 грамм, она приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. И мне где-то хватает... Ну, сейчас быстро уходит. А вообще мне на период действия каталога, а то и на недельку побольше, хватает вот такой вот пачки. Поэтому, в принципе, экономично, я считаю. Так, тоже в запасе парочку есть. Про блюр я вам уже рассказывала, но тут в пустых баночках у меня еще два пробника завалялись. Я несколько штук брала, потому что они были по выгодной цене в распродаже пробников. Артикул, пробник, а девчонки, что-то здесь нету. Но он без распродажи 60 рублей, это не очень выгодно. А было время, они были по 30. Я взяла, и, конечно, после этого взяла полноразмерку, уже вам писала отзыв. Рассказывала, что классно, мне очень нравится. Мне поры не забивает, хотя у меня кожа склонная к жирности, как бы, да. Но сейчас она нормальная. А вообще склонна к жирности, особенно в летний период времени. Вот сегодня я на лицо с утра наносила крем-блюр, без всякого тональника, немножко консилера под глазки, и все как бы отлично. Чтобы он у вас не скатывался под тональным кремом, да, кто пользуется, я просто не пользуюсь тональником, стараюсь не пользоваться. Чтобы он у вас не скатывался, нужно совсем чуть-чуть. С ним, главное, не переборщить. То есть совсем чуть-чуть этого вполне достаточно по лицу распределять, лицо становится такое бархатистое. Мелкие морщинки как будто заполняются силиконами, оно разглаживается и улучшается цвет лица. Он даже мои пигментные пятна делает слегка светлее, хотя они сейчас, слава богу, после родов с каждым днем становятся все светлее, и, в принципе, их уже практически не видно, чему я несказанно рада. Так, девчонки, закончилась сыворотка вот такая вот от BioGlow. О, кстати, очень понравилась. Артикул ее 1308. Вообще мне эта линейка заходит вся, не считая ночной маски. У меня тут дождь за окном такой начался, так что если шумит, не обессудьте. Кроме ночной маски она мне была тяжеловата. А вот сыворотка, кстати, классная. Увлажняет моментально. Я в основном использовала ее на ночь. Не потому, что она на день утяжелит, хотя жирную кожу может слегка утяжелить, особенно если вы ее будете сверху запечатывать каким-то кремом. Но все-таки это витамин С, а у нас сейчас уже солнечная пора, поэтому такие продукты все-таки наносить на ночь. Запечатывала кремом, и с утра лицо очень свежее, здоровый румянец, увлажненная кожа, то есть сухость убирает. В этом плане все хорошо. Помимо всего прочего, витамин С у нас обладает омолаживающим действием, что нельзя не отметить. Здесь такая удобная пипеточка, сама сыворотка, она белесая такая, беловатая. На кнопочку нажимаем, набираем на лицо и распределяем. Надолго мне ее хватило, кстати, при ежедневном использовании на ночь. Хороший продукт, возможно, буду повторять, но если сравнивать с серией девчонки какой, господи, Варю, то там вот, допустим, аквалифтинг мне нравится больше. Но это для моей кожи. А так здесь антивозрастные компоненты, поэтому да, сыворотка действительно хорошая. Гель для душа закончился. Ботаника зеленое яблоко. Кстати, очень нравится зеленое яблоко и мята. Здесь больше зеленое яблоко. Артикул 2549. Нормальный гель для душа. Мне кожу не сушат. Никаких к ним нареканий нет. Он такой красивый, зеленый. Запах сочного зеленого яблока я обожаю. Поэтому хороший гель для душа. Бюджетный хороший гель для душа. Дальше. Маска розовая. Две предыдущие я вам уже показывала. Голубую, желтую, розовую. Она вот из всех из них, ну, более-менее, более-менее такая масочка. Но я не скажу. Я вообще от них, от всех никакого эффекта особенного на лице не увидела. Такая консистенция у нее. Но больше кремообразная. Она более-менее наносится на лицо. Но приходится все равно в ручках немножко размять. Так, артикул вам не скажу. Здесь на баночке его нет. Вообще, за такую цену к этим маскам я не советую присматриваться. Ничего в них такого феноменального нет. Ну, вот, нечего сказать. Я лично повторять не буду. Из линейки InfoW закончился матирующий крем. Применяла на дневной основе. Артикул 0469. Матирует, нормализует выработку севом, выравнивает тон кожу, увлажняет. Здесь нет никаких агрессивных компонентов в составе. Поэтому нет такого сильного матирования, как бывает, допустим, от средств, в составе которых есть спирт и так далее. Но для жирной кожи на дневное применение очень даже неплохо. Потому что жирную кожу тоже нужно увлажнять обязательно. И нельзя ее пересушивать. Иначе больше севома будет выделяться гораздо в разы и просто. 0469 артикул. Если я вам не сказала, нормальный крем для комбинированной подростковой жирной кожи. Чудес тоже от него не ждите. Но возможно, возможно, при длительном применении он действительно нормализует выработку севом. Не могу сказать, потому что сейчас у меня кожа в нормальном состоянии. Поехали дальше. Так, гладкие пяточки, конечно, я вам его сто раз уже показывала. 1661 артикул. На постоянной основе применяю. Мне безумно нравятся. Пяточки с ним действительно гладкие, ухоженные, розовенькие. Здесь 30% глицерина. На ночь применяю и для ручек. Кутикулу смазываю. Очень здорово смягчает. Просто мастхэ. Кто не пробовал, девчонки, обязательно попробуйте. Цена вопроса ни о чем. Следующий продукт. Это кошка-малина. У нас вот такой вот спрей для волос для облегчения расчесывания детский. 2346 его артикул. Вот так он выглядит. Он был ярко-розового цвета. С ярко выраженной малиновой одушкой. Вкусный. Действительно вкусный. Но, допустим, для моей дочери это ни о чем. Совершенно. Когда волосы чуть ниже лопаток, они у нее сильно путаются. Средство абсолютно не облегчает расчесывание ни на грамм. А мы только маслами спасаемся. Поэтому, если сильно путаются волосы, то нет. Хотя, слышала, многие его хвалят. Но, видимо, смотря какие волосы. Так, серия Биомика. У нас здесь с вами маска-бальзам и мицеллярный шампунь. Тоже недавние новиночки. Шампунь 1274 артикул. Маска 1275. Шампунь не очень хорошо промывает. Но они у нас, по-моему, без сульфатов, без всяких парабенов. Тра-т-т и тра-т-т. И для чувствительной кожи головы мицеллярный шампунь. Здесь очень жесткая банка. Из нее нереально выдавить просто шампунь. Девчонки говорили, что можно одевать дозаторы от каких-то других средств. Я просто переворачивала, и она у меня стояла вот так, потому что иначе никак. Открываешь вот эту крышку и давишь просто с невозможной силы. А он не давится, потому что он жесткий. Из-за этого не хочу покупать. Из-за того, что не очень хорошо промывает. И мне не очень нравится, как выглядят волосы. То есть с первого раза вы им однозначно волосы не промоете. Два раза как минимум. Объем маленький, расход большой. Результата какого-то вау нет. А что не могу сказать про маску, девчонки. Маска действительно хорошая. Очень здорово, увлажняет волосики. Хотя здесь силикончиков, у нас ничего такого нет. Разглаживает их, они блестят потом. То есть все в норме. Маска, вот маска, да, хорошая. Маску порекомендовать могу. Из технокит зубная паста 3+. Это у нас яблоко, чередуем ее с грушей. Пасты классные. 23-58 артикул. Пробовала на себе. Очень здорово очищают эмаль. Удаляют налет, скопившийся в течение дня или ночи. Приятный вкус. Никаких нареканий к ним нет. Дальше. Из технокитс тоже 3+, шампунь-бальзам с яблочком зеленым. Такой же аромат, почти как у геля для душа Ботаника. Прям сочное зеленое яблоко. Используем как пену для ванны, как мыльные пузыри, как шампунь. Все нормально. И как шампунь, кстати, неплохо. Не сильно запутывает волосы. Но все равно потом, конечно, если у вас девчонки, надо что-то еще применять. Мужской дейзик из линейки Вент Эдвенчерс. Это у нас антиперспирант. 8154. Закончился у мужа. Аромат у этой серии приятный. Освежающий. Мне очень, кстати, нравится. Один из любимых. Даже больше, чем другие мужские линейки Фоберлик. Свеженький, акватический, с какими-то нотками цветочными и даже легкими цитрусами. Плюс вот это мужской, брутальный даже есть. Отголосочек по аромату. Все супер. По защите муж тоже не жалуется. Поэтому, да, когда бывают привлекательные цены, берем. Так, и последний продукт, что покажу. Это новинка, недавняя тоже, тушь Push Up. Перевыпуск, наверное, скорее всего, туши, девчонки. Артикул ее 5819. И вроде бы все в ней хорошо. Вроде бы ничего. Хотя я не люблю такие кисточки. Ворс. Да, не силикон, а ворс. Вот так она выглядит. Не очень я люблю такие кисточки, но взяла все-таки на пробу. И что хочу сказать. В принципе, ничего. Нормально. Мне кажется, это от ресниц зависит, смотря, какие ресницы, смотря, какую тушь ваши ресницы любят. Да, какую кисточку. Потому что одним подходит что-то одно, другим другое. У этой туши много любимчиков. Мне не зашла. Она обычная. Вот среднячок. Просто обычная. И не сравнить ее совершенно с Miss Curl. Поэтому я ее практически новую выкидываю. Ну как, недели, две, три, в принципе, я попользовалась. И она вот там еще ее много. Думала, может раскраситься, будет что-то поинтереснее как-то. Но она у меня не подгибает реснички. А мне нужно именно, чтобы они были загнуты вверх и зафиксированы в этом положении. От этой туши вот этого не было. Поэтому я ее повторять больше не буду. А вы смотрите, если вы любите такие кисточки, то, конечно, можно и попробовать, потому что она более-менее бюджетная Фаберлик. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор у нас сегодня был. Надеюсь, он был для вас полезен. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока-пока.